Для этого есть концепция рефрейминга. Сейчас я вам покажу. Фрейминг и рефрейминг. Представьте себе, что каждый посыл, который мы видим, имеет эмоциональное обрамление. Вот, например, мы проводим наши занятия в такой комфортной аудитории. Я вижу здесь на стенах замечательные картины. Мне очень нравится. Слезного художника. Очень жалко, что не будет с Нового года, да? Не, не, будут, будут. А, будут продолжаться. Приятная атмосфера для работы в этой комнате. Представьте себе, что мы проводили бы занятия где-то в полуподвале, в сыром помещении. Какое бы впечатление у вас было от занятий? Мы все равно бы... Некомфортная. Дискомфортная. Да. Поэтому важно не только... Мы сами задаем атмосферу. Не всегда, мы просто выбираем. Возможно, вначале было бы некомфортно. Вначале становится интересно. Да. Ну, какой-то рам. Ну, в начальнику точно. Может, да. В подвал прийти. Давайте прийти в подвал. Как установил психолог Григорий Бейтсон, имеет значение вот этот фрейм. Фрейм – это, короче говоря, рамка. Что включено в эту рамку, эмоциональное обравление, и что находится за пределами этого обравления. А рефрейминг – это ситуация динамики. Причем в этой ситуации работают все стороны. Как одна сторона, так и другая сторона, так и сам медиатор. Большое значение имеет право первого хода, потому что оно определяет повестку дня. Почему медиатор такое щепетительное внимание уделяет тому, кто первый начинает? Потому что тем самым это как в шапотах. Право, кто пойдет белыми, так? Тому хоть маленькое, но преимущество. По крайней мере, вот эта первая сторона сфокусирует основное внимание на проблемах. Что она включает в зону разногласия, ее видения. Другая сторона дополняет. Если сторона обладает искусственным переговором и достаточно сильная, она может опять переформатировать. Происходит рефрейминг. Сфокусирует внимание, подобно тому, как прожектором я освещаю, понимаете? Вот какие-то углы, комнаты. Я фокусирую внимание, как на сцене, на определенных участках сцены. И тогда внимание зрителей приковывается к этому. Опытные адвокаты, и, наверное, не только адвокаты, политики всегда могут сказать, как можно отвлечь внимание от основной темы. Ньюсмейкеры, то же самое. Иногда это делается преднамеренно, иногда спонтанно. Одним словом, когда вы смотрите на эту картину, здесь в повороте изображен, она с чем у вас ассоциируется? Давайте подумаем. Это карьера, это успех, это слава, признание, деньги и так далее, да? А вот эта картина, там, где двое на шпагах, какая-то серая. А вот этот фрагмент, там, где двое рабочих в касках кричат друг на друга. В молнии. Да, узкие углы, негатив, конфликтное взаимодействие. Поэтому сама атмосфера и вот этот рефрейминг, он позволяет перефразирование сказанного. Почему перефразирование сказанного? Это искусство, в котором желательно совершенствоваться, в искусстве задавать вопросы, находить положительное в истории, поддерживать чувство оптимизма у людей, которые сидят за столом переговоров. И это очень важно. Давайте вот мы сейчас, чтобы не перегружать теоретически, попробуем провести моделирование ситуации, совместный бизнес, летучая мышь. Вот здесь учреждено хозяйственное общество, проще говоря, ООО, 50-50%. При этом, когда учреждалось общество, супруг дал капитал, поскольку был крупным бизнесменом. Главная задача была в том, чтобы занять супругу каким-то делом. Но, на удивление супруга, дело раскрутилось очень даже хорошо. Супруга оказалась более талантливым менеджером, чем он сам. И где тут, как говорят, успех всегда имеет родители, неудача всегда сирота. И, возможно, вот это острое чувство конкуренции между супругами вдруг началось. Супруг понял, что он аутсайдер. Это раз. Второе. Дома стало неуютно. Жене не всегда хватает времени, чтобы сготовить вкусный ужин, присмотреть за двумя детьми. И третье. Если раньше бюджет был общий, то сейчас бюджет стал какой-то на паях, как партнеры. Ремонт квартиры хорошо, дара 50 на 50. Забота о родителях. Ну вот он отвозит стиральную машину, которая с ней работающей, центрифугой родителям. Родители смотрят и говорят, а вот, сынок, будь добр, подыми эту машину на 11 этаж. Нам так тяжело. Ну. И отремонтирует центрифугу заодно. Ну, ему опять это неприятно становится. Так получилось, что поочередно в наш центр, не договариваясь друг с другом, обратилась сначала супруга, и через два дня супруг друг друга не предупреждая ни о чем. Мне до сих пор трудно объяснить. С той поры прошло лет 20, как это произошло. Они через знакомых определили, через вуз, в котором я учился. И как это произошло, я на тот момент был просто поражен. Честно скажу, что я не готов был к этой ситуации. Когда ситуация описывала супруга, она рассказывала, какой деспот ее муж на самом деле. Он таскал ее за косы. Это совершенно невежественный, грубый человек. И так далее. Приходит супруг, который рассказывает, вы не представляете себя. Я не знаю свою супругу, я просто не узнаю. Это просто стал какой-то деловой партнер. Где Танеша, где любовь, которая была раньше. И в целом, как-то ситуации люди хотели изменить. Можно ли здесь помочь, в этом процессе? Заметьте, они не ставят вопрос об обязательности развода. Они просто говорят, мы не знаем, что делать. Может быть, развод будет спасением в этой ситуации. Да, есть двое детей, есть родители. А вы как думаете? Это трудная задача. Кто желает попробовать свои силы? Я буду выступать в роли супруга. Готов? Я в роли жены не буду. Пожалуйста. Кто в роли медиатора? Девушки? Кто-то из вас сможет? А может быть комедия?